В храме гроба Господня у входа находится каменная плита. Над ней горят восемь светильников, принадлежащих различным христианским конфессиям. Это камень миропомазания. Тот камень, на которой Иосиф Аримофейский положил тело Христа, чтобы подготовить к погребению. Он находится между Голгофой и Кувуклией, гробницей. Когда в византийское время была возведена базилика Анастазис в воскресенье, то над камнем была построена часовня Девы Марии, а согласно плану он находился в атриуме, открытом дворе между базиликой и усыпальницей. После реконструкции, проведенной крестоносцами, часовня более была недоступна, а обряды погребения и обретения плащаницы проводили в центре Кафаликона, там, где сейчас находится символический пуп земли. Но уже в XIV веке паломники вновь упоминают камень у современного входа, покрытый зеленым парфиром, чтобы поклонники не могли отламывать кусочки камня. А в XVI веке эта плита была заменена на серую мраморную. После пожара 1808 года Иерусалимская патриархия поменяла покрытие камня на красноватый известняк, который мы с вами и видим сегодня. На боковых панелях вырезан текст тропаря Иосифу Аримафейскому на греческом языке. «Благообразный Иосиф, с древа с ним причистое тело твое, плащаницую чистую обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи». Недавно в храме проводили обширные реставрационные работы, и сейчас вы можете увидеть уникальный кадр – камень без светильников над ним. Так будет не всегда. Скоро светильники займут свое место над святыней. В сети периодически появляются ролики о том, что камень начал мироточить кровью. Это не соответствует действительности. Раз в неделю приходит христинин-торговец из соседней лавки и выливает мира на камень. Возливают благоуханное масло и некоторые паломники. Поэтому камень всегда выглядит влажным. Но даже если он не мироточит, то святость места ни в коем случае не уменьшается. Как заметил один старый монах, молитесь, потому что без молитвы это только камни. Самое главное то, чтобы наше физическое соприкосновение со святыней помогло нашему духовному росту и спасению. Вспоминаются слова патриарха Иерусалимского Феофила Третьего. Главное, чтобы очистилось сердце и впустило благодать Святого Духа. На этом заканчиваю. С вами был гид Сергей Алексейчик. Храни нас всех, Господь! До встречи на Святой Земле!